У нас это видение, понимание мессианской еврейской жизни. Порядок приоритетов и расстановки акцентов. И призвание к жить еврейской жизнью очень важно. Это библийская заповедь для евреев. И когда мы смотрим на еврейскую жизнь, то есть как быть евреем, в отличие от того, как быть христианином. Это отличие начинается вот здесь, в этот момент. Посмотрите на рисунок. И посмотрите, может, вы поймете. Это вопрос. Это пазл, сгадка. Я провел кружочек вокруг R, это что значит ревнистическая традиция. И также половину T захватил. Почему половину T? Если вы слушали вчера, why did I take this here? I'm going to put here T, R. T, R. И еврейская жизнь, вот чем заключается. Полностью R и половина T. Почему? Помогите мне, помогите, помогите. Потому что сестре нужно в 6.30 успеть на оперу, поэтому нам не нужна помощь. Ты идешь в оперу сегодня, да? Да. Потому что устная тора – основа иудаизма. Потому что устная тора – основа иудаизма. Это для... это буква Р. Это правильно. Устная традиция. Почему половина Т только захвачена? Потому что принимается только та половина, которая соответствует устной традиции. Тора, которая в Библии содержится. Почему? Понимаете, почему половина этой Торы? Потому что Ешуа дополнил, как сказать, Тору. Потому что Ешуа completed Torah, made it perfect. Хорошее христианское учение. Там, где говорится в Торе об Ешуа, вспоминается конкретно, говорится, просто не воспринимают раввины Ешуа и все. Вот поэтому половина Торы. Просто там, где о Сыне говорится, откинуто. Позвольте мне объяснить, я хочу, чтобы вы все поняли. Вот почему. Нужно здесь быть остроумным. Часть Торы. Это универсальные стандарты для всего человечества. Бога. Не убей. Это только для евреев? Это для всех. Не прелюбодействуй. Это только для евреев? Кто думает, что это только для евреев? Не огради. Не огради. Допустим, у бизнесмена весы, гири. Ты знаешь, что это означает, да? 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 Ты читал? Да. А, да. То есть, должен быть справедливый вес у бизнесменов. Если он говорит, я продаю килограмм муки, то его весы должны быть точными. Разве это относится только к евреям или нет? Для каждого. Для каждого. Поэтому большая часть Торы универсальна. Поэтому вот, что все верующие, все верующие христиане, на этом должны сосредоточиться. У них одинаковый акцент. О, И, Д и Т. Но только часть Т. Не вся буква Т. Потому что вторая половина Т говорит о еврейской жизни. Соблюдая и празднуя Песах. И также отдыхая первый и последний день праздника Песах. Все ли христиане должны это соблюдать? Нет. Или первый день Суккот, пускай будет днем Шаббата. И в восьмой день. Шмини Атсерет. Будет святое собрание для Господа. Разве это только для каждого? Или для евреев. Обрезайте сыновей ваших восьмой день. Разве это для каждого? Для евреев. Поэтому часть Торы, в том числе и раббинистическая традиция, это говорит о еврейской жизни. И часть Торы универсальна. Поэтому вот как выглядит христианин. Вот как должно выглядеть христианство. И вот как должен выглядеть мессианский иудаизм. Но именно эта часть определяет еврейскую жизнь. И, допустим, у мессианско-евреев возникает проблема. Мы должны соблюдать Тора. То есть, нужно полностью соблюдать букву Т. И когда дело доходит до буквы Р, что мы делаем? Вот так поступаем. Мы используем только часть раббинистической традиции. Почему только часть раббинистической традиции? Почему не всю раббинистическую традицию? Да. Они не соответствуют Торе. Они не соответствуют Торе. Потому что некоторые традиции не соответствуют Торе. И некоторые традиции против Ишуа направлены. И некоторые из этого что? Некоторые из этого являются законничеством. Поэтому мы не хотим плохую часть раббинистической традиции использовать. Люди определяются тем, что они делают. И можно сказать, что существует две вещи, которые определяют еврейскую личность, кроме как бы быть физическим наследником, физическим евреем. Первое. Во-первых, вы сознательно осознаете свою божественную цель, как евреи. Если еврей не знает, что у него есть цель от Бога, то тогда они будут слабее. Почему так много евреев в Украине ассимилируются и не относят себя к евреям? Поскольку они не знают, что в этом есть цель быть евреем от Бога. И, кроме того, в дополнение, как я сказал вчера, культура народа — это все то, что делает этот народ. Также это включает и разговор, язык, традиции. Если американский народ является народом, то тогда у нас есть традиции, которые определяют нас как народ. Если у нас нет общих традиций, то тогда мы не можем быть полноценным народом. Язык важен, но это не определяет нас. Мы говорим на английском языке, но также австралийцы говорят на английском, и британцы. Что определяет нас? Наши традиции. Кто-то из вас знает некоторые американские традиции? Кто из вас учил американскую традицию? 4-го июля. 4-го июля. Очень большая американская традиция. Что мы празднуем 4-го июля? День независимости от Британии. И мы помним революцию. И всех тех людей, которые очень странно одевались. Как Джордж Вашингтон, Джон Эдамс, и Бенджамин Фрэнклин. Бенджамин Фрэнклин. Какие еще традиции есть в Соединенных Штатах? Хэллоуин. Американская традиция. Не хорошая традиция, но это американская традиция. Что еще? Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Что мы делаем на День Благодарения? Мы кушаем индюков на День Благодарения. Почти каждая семья кушает индюка. Почему все кушают индюков в День Благодарения? Это традиция, но почему? Потому что в 1620 году, после трудного года, но поселенцев был День Благодарения, и они кушали диких индюков. Поэтому теперь все мы кушаем индюков. Это традиция. Другие военные праздники. А теперь еще День Рождения Мартина Лютера Кинга праздновать. И это выходные дни. Выходные в школе. Банки закрыты. Бизнес закрыт. Даже Уолл-Стрит закрывается. Все это отождествляет нас, как американцев. Поэтому традиции формируют культуру народа. И если вы против традиций, тогда вы идете против того, что делает вас народом, нацией. Все это ясно? Все то, что делает народ, формирует его культуру. Когда мы молимся, вот так, как евреи. Почему? Это традиция. Кипа. Кипа. Цициты. Цициты. Я знаю. Традиция в России. водку пить. Поэтому, если в России водку пить. Какие еще традиции? Украина тоже. А? Украинцы также. Украинцы тоже. А, да? Украинцы тоже пить водку? Да. Украинцы пить водка? День независимости Украины? А. Что еще традиция? Индепентент День Украины? Индепентент День Украины. И какой день это? День из-за двести. 24 августа. 24 августа. Какого года это было? Вы рады, что независимы? Или же под царем были бы? Что бы вы хотели? Знаете ли, что есть царь снова? Новый царь. Нет, нет, нет. Путин. Он новый царь. Ха? Медведев, нет. Он просто фигурует. Просто фигурует. Правда? 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 Вы говорите, что Медведев просто фигурует, правда? Он президент в России. Правда, в России. Путин – новый царь. Все понимаете? Вы рады, что независимы? Я был в России в прошлом году. Здесь намного больше свободы. Намного больше. Надеюсь, что вы оцените это. В Израиле у нас два дня независимости. Каковы эти два дня независимости? Установление государства Израиля. Израил был создан. Когда? 1948. 1948 год – это один день независимости. Но также у нас есть еще древний день независимости. Когда это? Песох. 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 Песох и также более недавний день независимости. Йом-ха-ши-хрур. День нашей свободы и независимости. Сейчас. В Израиле. В день Йом-ха-шоа – день воспоминания. Это не суббота. И по всей стране выключаются сирены. И все останавливается на две минуты. Все машины останавливаются. Каждый останавливается. И мы вспоминаем. Также понимаете, что традиция недостаточно без чувства Божественной цели. Это очень просто. Люди говорят. Я еврей по рождению, по родителю. Но как же мне приобрести более сильное еврейское еврейское отождествление? Вот очень просто. Нужно знать Божественную цель. И во-вторых, чем больше вы делаете еврейского, и это становится частью вас, тем сильнее ваше отождествление еврейское. То есть, еврей с сильным еврейским отождествлением делает больше еврейского. Это очень просто. Не нужно очень много разгадывать. Есть два качества. И нам не следует развивать более сильную еврейскую личность. Ну, отождествление, поскольку мы хотим быть такими евреями. Мы должны быть ведомы Духом Святым и знать, что Бог ведет нас к этому, чтобы мы это приняли. И также есть часть такого еврейского отождествления, которое не является хорошим. Что-то плохое, что развилось во всей истории. Если взять арабов, взять арабского, мусульманского отождествления. То, что есть в арабско-мусульманском отождествлении. Чтобы иметь арабо-мусульманское отождествление, нужно делать все то, что они делают. Поэтому пойдете в джихад и будете убивать неверных. И так у вас будет сильное арабо-мусульманское отождествление. Но это нехорошо. Бьете вашу жену, если она не соответствует требованиям. Сколько это традиция арабская, у мужчины исправа бить жену. Это во всей их литературе написано. Как вам эта традиция? И когда пытаются говорить об исламе, что ислам — это хорошая религия, но я не знаю. Одна из традиций, которая есть в некоторых общинах, это обрезание женщин. Это хорошая традиция? Это реально не уничтожение, это мутилация. Это уничтожение. Это уничтожение. Это уничтожает женскую часть. То есть цель этого в том, чтобы женщина не желала секса. И только из-за того, что что-то является традицией, и это является способом отождествления, не обязательно означает, что это нужно принимать. Поскольку часто люди отождествляют себя, используют что-то плохое. Поэтому есть некоторые вещи в еврействе, чего я не хочу, я хочу только хорошее. Поэтому в этом курсе я не буду говорить об этих плохих сферах, я буду делать акцент только на хорошем. И то, что я испытываю, это Ишуа и Дух Божий. Есть ли какие-то вопросы? Да. Правильно ли я понял? Бог Авраама Исаака Иакова мой Бог, народ Израиля мой народ, значит, в таком случае я еврей. Контрольный вопрос. Вы еще не видели законы еще. Контрольные мои законы. Правильно ли я понял? Бог Авраама Исаака и Иакова мой Бог, народ Израильский, мой народ делает меня это идея. So the question is, if God of Abraham, Isaac, and Jacob is my God, and his God's nation is my nation, then does it make me a Jew? Нет. Это делает тебя детем, ребенком Авраама. Но ты не становишься частью нации под названием евреи. И если бы все христиане стали евреями из-за своей веры в Иисуса, тогда это стала бы теория замещения. То тогда бы, как бы, перестало, не было бы существования уже уникального еврейского народа. И Павел очень ясно говорит, и об этом же вчера говорил, что существует различие между тем, как быть евреем и не евреем. Главом 5, 1 Коринфянам 7, Деяния 15, Деяния 21, и те все отрывки, которые мы читали. Вы можете пояснить и рассказать, как вы понимаете стих не тот еврей, кто по наружности, но тот, кто внутри таков. Explain the verse, which says that it's not the Jew who is from outside, but who is inside. He is not a real Jew who is one externally, but he is a real Jew who is one of the heart. Okay. There are multiple possible, there are multiple interpretations given for this verse. Существует множество интерпретаций этого стиха, начиная с конца 2 главы Римлянам. Первое. Что Павел говорил о евреях метафорично. И что он говорил о евреях в этимологическом смысле, историческом. Так как это значит тот, кто хвалит Бога. Еврей. Поэтому тот, кто живет в верности Богу, это настоящий прославитель Бога. Поэтому Павел говорит метафорично, образно. Но на самом деле он не говорит, что вот христианин настоящий еврей. Второе толкование то, что Павел говорил, что еврейский народ более не важен. Что важно, это вера в Иисуса. И настоящие евреи это те, которые верят в Иисуса. И это классическая теория замещения. Что быть еврейским народом это уже не важно. И это большая проблема. И мы знаем, что мы не верим в это. Третье толкование этого стиха. В римлянном контексте второй главы говорится о евреях. И там проводится различие между двумя типами евреев. Теми евреями, которые являются евреями физически только, и традицией, по традиции. И те, которые настоящие, подлинные евреи, поскольку они живут для Бога, как евреи должны жить. Это мой взгляд. Но первый взгляд, не такой уж плохой, вторая интерпретация ужасна. Еще вопрос. Как же тогда классифицировать, точнее, к какой национальности можно тогда причислить Халева, который кенезианин, который в то же самое время из колена Иудина? Он вышел вместе с евреями из Египта. Он, будучи кенезианином, жил вместе с евреями среди колена Иудина. Он наверняка был обрезан. Значит, и он получил удел в земле Израиля, в рецисраэль. Кем же он является, если по происхождению он иудеем не был? He's talking about Caleb. Caleb, that he was not a Jew originally. He left Egypt with Jews and probably he was circumcised, but the verse, he did not give you the verse where it says that he was not from Israel, from Jewish. I don't remember Caleb not being Jewish. Я не помню, чтобы он не был евреем. Стих, можно сказать? Покажи мне стих. But you have to understand. Также нужно понять. It's important. There's a difference between the Mosaic order and the New Covenant order. Так как существует разница между Моисеевым порядком и Новозаветним порядком. Okay. В Моисеевом завете если вы хотели полноценно заключить завет с Богом, был только один способ. Вы должны были стать евреем. И вы могли. Вы могли обрезаться и полностью войти в Израиль. И это было свободно для каждого. Но в Новом Завете путь открыт полностью, но без требования от того, чтобы становиться евреями. Это понятно? Поэтому в Новом Завете говорится, не становитесь евреями, если вы такими не являетесь. ведь вы можете войти полноценно в Завет через Ишуа без того, чтобы становиться евреями. Но до Ишуа такого не могло быть. Okay? Numbers 32-12. Numbers 2-12? 32-12. 32-12. I have to look up кенезианин. It could have been a tribal thing as well. Could have been intermarried. We have to look it up. We'll see. It was the nation which had to be destroyed. Which should be destroyed. Kenazite was listed? Whereas Kenazite and the Joshua I don't remember Kenazite. Все они перечислены, чтобы их уничтожить. Kenanite, Kenanite, Hanani, Amorite, Amorite, Pizzerite, Hivite, Hittite. There are a lot. I don't remember Kenanite. Anyway, I have to look on my computer too. I have to look on my computer too. We should move on though and not stick with that because he could have been a convert. What would have been a problem? Just a new idea. It's Boutier 15, 16. Genesis 15, 19. Genesis 15, 19. We're doing a Bible study on the Kenanites. Что у нас? Разбор Библии по кинезианинам. Yes, it's there. Kenazites. Kenazites and Kenazites. He was an exception from the rule. He might be. God saved him even. But he was in Egypt. He was in Egypt. And he was one of the two spies. So how did that happen? Some of these names are notoriously fluid. Fluid. Flexible. Flexible. Okay. Now, everybody get a little water here. So everybody understand what I'm saying about identity so far, yes? Everybody? Hmm? I don't understand what's the name of Khalif. Is there a time or not? Yeah? Like Khalif. So, was Khalif? Was Khalif Jew or not? Was he Jew? Of course, by that time. He was circumcised. He came out of Egypt with Israel. He was with them for 40 years. So, he was Jewish by that time. In other words, he could become a Jew. He was with them. Ruth married him? Yeah. Well, a little harder, because, you know, Ruth married, but there wasn't a circumcision for her. It's another example, though, that you were in the biblical times, in the time of the Hebrew Bible. You could fully join Israel. Fully. And you could become a Jew. All right. So, did God change his principles? Yes. He changed his principles of operation, of course. Because what became available in Jesus wasn't available before. Did God change his principles when he decided that everyone could be baptized with the Spirit? But in the Hebrew biblical times, everybody couldn't be baptized with the Spirit. In the Hebrew Bible times, you had to have many sacrifices. In the New Testament, you need the sacrifice of Yeshua. God doesn't change his ultimate ethical standards, but there is a change in how things operate. But there is a change in how things operate. Before the temple was built, before the temple was built, you could sacrifice in different places in Israel. After the temple was built, only in one place. Только в одном месте. And Elijah built an altar and fire came down on that altar. It was exceptional. So, are exceptions possible? Exceptions are possible? Well, exceptions were possible then, because he was Elijah. No. And he was demonstrating something before all the false prophets. And at that point, you had a separation of the northern and southern tribes. So, it's... These are interesting questions, aren't they? We are interested. We are in Yon. Very interesting. In Hebrew? Okay, yes. Now, we must go. You all understand this? Any other questions on this? Any other questions on this? It's clear, right? It's clear, right? It's clear, right? in looking at the issue of Jewish identity, we are looking primarily here. And Jewish life is here. Now, to make this messianic Jewish life, we have to take this and we have to bring in Father, Yeshua and Spirit into it. Not only do we want this to be the order of priority, but we want, when we do Torah and rabbinic, we want to emphasize Father and Yeshua and Spirit in here too. We want to emphasize Father and Yeshua and Spirit We want to emphasize in the Bible, and Yeshua and Spirit Let me give an example. Let me give an example. It says in the Bible to keep a Passover Seder. It says in the Bible to keep a Passover Seder. To remember, so I'm going to take this part of Torah, to remember, to remember. Let's see. This has to do with how we do Jewish life. So there's a commandment in Torah, which says that we are to do Passover. Remember that you were slaves in Egypt. 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 Right? And you're to tell the story. And you're to tell the story. We're going to come back to that in a minute. And we'll come back to that in a minute. All right. Now there are some rabbinic traditions connected to Passover. And in связи с Pesach существуют некоторые rabbinic traditions that form Jewish identity in Passover. которые формируют еврейскую личность именно в связи с Песахом. So we tell the Torah story and we do some rabbinic traditions. What are some of the rabbinic traditions that we do at Passover? What are some of the rabbinic traditions that we do at Passover? No, that's Torah. Bitter herbs is Torah. What's the rabbinic? Four questions. Four questions. Why is this night different than any other night? Four questions. Now the four questions have a base in Torah because the Torah passage says when your children ask you why do we do this? But there aren't four questions in Exodus 12. And it's not chanted as part of a seder in Torah. And in Torah. There's a rabbinic tradition. What else is rabbinic tradition that we do at Pesach? What else? Aficomen. 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 I think so too. I think so too. But we only are doing it. It wouldn't have been remembered, but it's a rabbinic tradition. But it's a rabbinic tradition. Here, rabbinic tradition might have remembered something connected to Yeshua. And they changed the meaning. Now, what else do we do that's rabbinic tradition? What else do we do that's rabbinic tradition? Yeah? What? What else? Что еще? Translate. What else do we do? What else? Huh? Some of you know, remember, come on, remember some more for me. Вспомните еще несколько для меня. Huh? What? You've all done the seder, no? Chairs. Chairs she's saying. Put in chairs for Elijah, for... Yeah, chair for Elijah. Стул для Ильи поставить. Для Ильи. И чаша для Ильи. Это rabbinic tradition. Библейские корни. What else? We have four cups of wine. И четыре чаши вина. We also dip the parsley in salt water. We also dip the parsley in salt water. We also recline. We also recline. We have a pillow. To remind you of being free. как воспоминания о свободе. We also sing Dayenu. Также Dayenu poem. Ilu, ilu, hot siyonu, hot siyonu mi mitrayem, hot siyonu mi mitrayem. Dayenu. Well, that wasn't very strong. No, not too much. Dayenu, dayenu. Dayenu, dayenu. Dayenu, dayenu. Dayenu, dayenu. It's rabbinic tradition. It's rabbinic tradition. Right? смысла. Но, вот Тора, традиции, затем Ешуа. И мы помещаем Ешуа в самом центре Пасха. Почему? Почему? Потому что Он наша Пасха, Он наш Песох, Песовый Лэм. Почему еще? Он новый исход из греха. Он центр смысла Песоха. И мы Его вносим прямо в этот праздник. Почему? Потому что мы хотим, потому что мы хотим, чтобы наш Седр также отражал этот приоритет. И этот приоритет мы тоже в Песохе используем. Видите? Поэтому, таким образом создается не просто еврейская жизнь, но мессианская еврейская жизнь. Если вы не помещаете Ешуа в центре, и вы не принимаете все эти приоритеты, то тогда будет еврейская жизнь, но это будет бессильная мессианская жизнь. Вопросы. И это относится к каждой традиции. Нужно Ешуа помещать в центре всего. Явно. И некоторые мессианские евреи так не поступают. Они становятся очень слабыми. Как себя должна вести мессианская и еврейская община, чтобы приходили евреи? Ну, каялись как бы. То есть все традиции, даже раввинистические, должны быть в общине. Должны ли быть конкуренции? Все, все, все. Все традиции или не должно быть для того, чтобы пришли евреи? Понял. Нет, не нужно. Но, основная причина, по которой мы перенимаем еврейские традиции, поскольку у нас есть призвание от Бога быть отдельным народом, отличающимся. Некоторые евреи лучше прореагируют, поскольку они увидят, что мы верные евреи, и что благодаря традиции это будет легче для них. Но некоторым евреям наплевать. И они могут принять Иисуса даже в обычной церкви. Но мы призваны помочь сформировать еврейское отождествление в Ишуа. Это часть нашего ученичества. Если в какой-то области человек хочет открыть церковь или мессианскую общину, у него открытое сердце открыть мессианскую общину. Но так складывается, что в том вот области, в том районе, очень мало евреев. Ну, очень мало. Правильно ли будет называть эту общину не общиной, а церковью, просто с правильным учением по отношению к евреям и так далее? Или все же стоит из-за этих нескольких евреев, которые там есть в той области, называться мессианской общиной? Мой взгляд на это Если нету еврейского населения, но почти тот факт, что церковь появилась от евреев, началась создать церковь с еврейскими корнями. И также учитывать календарь, ну, не соблюдать шаббаты, субботы, но проповедовать значение праздников всем людям, поддерживать Израиль, также показывать, какое отношение церковь имеет к Израилю наоборот, и будет церковь с еврейскими корнями. Вот что я думаю. Проклонение в воскресенье, поскольку вы не в еврейской области находите. Еще пять минут. Давайте посмотрим исход, двенадцатая глава. Воскресенье Насколько сильно было это еврейское отождествление до исхода? И можно сказать, что в те времена они тогда не называли себя евреями. Израильтянин, вот соответствующий термин. Но позже это название евреи из племени Иуда стало использоваться по отношению ко всем израильтянам, евреям. Это был период между двумя заветами, римской империи. Поэтому, насколько сильно было еврейское, израильское отождествление до исхода? Ну, вероятно, люди помнили, что они потомки патриархов. Но это было слабое звено. Ведь они были рабами. Почему вот настолько важно, что мы потомки Авраам, Исаака и Якова? Также у них было это отождествление из-за их совместного угнетения. Они прошли через совместный опыт угнетения, гнета, из-за того, что они были израильтянами. И это доказывает нечто. Это было отождествление. Ну, не самое сильное, но хотя бы что-то. Через полтора недели в Штатах будут выборы. И два человека борются за пост президента. Известный ветеран войны, которого зовут как? Барак? Маккейн. Кто сказал Маккейн? Первый вообще, который был в истории, президент чернокожих. Обама? Барак Обама. Барак Обама. И в соответствии с полами, 90% чернокожего населения будут голосовать за Барак Обаму. Почему? Расизм. Почему? Потому что они были славы, и они имеют common ancestry. Большинство чернокожих американцев — потомки рабов. И у них есть в этом отождествление. Некоторые эмигранты из Африки, никогда не были они рабами в Америке. Но они отождествляют себя с колониальным гнётом в Африке. Если даже вы попадете в Африку, множество племен, языков, вообще то, что вы чернокожей, из-за того, что ваш цвет кожи такой, это очень слабое отождествление. Но именно опыт угнетённости совместной в Африке или жировства американского породило всеобщее отождествление как рабов. Интересно, Барак Обама, его предки, они не являются потомками рабов, так как его отец чернокожий, мама белая. Откуда? Откуда его отец? Из Кении, из Африки. И вот что я хочу сказать. Я думаю, что это грустно, поскольку у людей должно быть реальное отождествление, а не просто такая фраза «мы были рабами». Но я могу представить себе, если в Египте произойдёт революция, и начали избирать царя Египетского фараона, вы идёте на выборы. Израильтянин идёт на выборы. Кандидат фараона — это египтян, а кандидат — это израильтян. То все израильтяне будут за своего голосовать. Вот что происходит в Штатах тоже. И Бог хочет, чтобы у Израиля было позитивное отождествление. Поэтому Он берёт своих рабов и делает самые чудесные вещи, которые только мир видел. Переводит их через море. Они спасаются от самой сильной армии во всем мире. И армия фараона тонет в море. Они прошли через опыт все вместе. И мы говорим о формировании национального отождествления. Национального сознания. И затем они приходят к горе Синай. И они принимают Тору. И видят землетрясение горы. Затем едят ману в пустыне. И затем завоёвывают землю. Во всем этом есть воспоминания во время Песоха. И также на праздник Шавуот, Песятницу. И вот что ещё. Бог говорит, что они должны рассказывать историю каждый год. И что дети вырастут, и они будут иметь это сознание, что это их история. Сознание приходит от знания общей истории. И праздники для того, чтобы рассказать историю. И он говорит, Исход 12, 25, Когда вы идёте в землю, которую Господь даст вам, соблюдайте сие служения. Бог даёт традиции. Бог не против традиций. Бог не обратился, не прошёл обращения в период между Ветхи и Мином Заветом. Раньше Он любил традиции, а потом Он возненавидел. Это ошибка харизматичного мира. И вот, что Он говорит. Соблюдайте все служения, что подразумевается. Пасхальное служение. Убить Ахца, есть эту Пасху. И затем спрашивает, Когда ваши дети спросят вас, что значит это служение? Скажите. Это пасхальная жертва Господу, который прошёл мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян. И затем, конечно, традиция передавать основную часть истории о пересечении моря и вхождении в свободу на другой стороне. И затем мы поём песню. Пятнадцатой, это по пятнадцатой главе. Поэтому Бог хочет, чтобы мы передали сильное сознание нашим детям посредством передачи истории его истории во время праздников это должно происходить. И затем мы затьемся к Левитам двадцататой главе. И после перерыва вопросы затронем ваши. Хорошо?